Напомним, на этой неделе жители Радужного остались без отопления. Это произошло после выхода из строя линии электропередач. Перестала работать котельная. В этот же день на место выехал прокурор Ольского района. Установлено, что органы местного самоуправления не приняты на лежащих мерах по организации теплоснабжения, в связи с чем в главе округа внесено представление. Кроме того, приняты меры в отношении ресурсоснабжающей организации. В результате проведенных мероприятий отопление в домах восстановлено. В период пуску наладочных работ в квартирах произошли порывы труб. И в результате залива на фасаде образовались единые наросты. Коммунальные службы устранили технологические сбои, запустили систему теплоснабжения заново. Работники прокуратуры области и района с целью проверки дополнительно выехали в поселок, осмотрели объекты коммунальной инфраструктуры и жилищный фонд, пообщались с местным населением. От эвакуации жители отказались, в их квартирах отопление восстановлено. Вопросы соблюдения права жителей поселка находятся на постоянном контроле прокуратуры. С нами на связь вышла и еще одна жительница поселка. По ее словам, комментарий, который дал глава Ольского городского округа в предыдущем материале, не совсем правдив. Вот первый пункт. То, что жители поселка радужные, не платят коммунальные услуги, поэтому все компании управляющие отказались брать этот поселок. Это неправда, сто процентов. Потому что тут большинство жителей, ветераны труда, пенсионеры, они за все платят, те, которые конкретно живут в этом поселке. Если хотите, можете проверить. Вот это первый пункт, что я хочу сказать. Второй пункт. Что я вам сказал? Поселок не перемороженный. Там всего лишь в первом подъезде два стояка переморозились. Я живу в доме номер два. Лично моя квартира. Мы четыре дня сидели с холодными батареями. Потом, когда они эти батареи наладили отопление, ночью я проснулась, у меня вода капала в потолках. Не знаю почему, по какой причине. Приезжали эти слесаря ночью, батюшка ночи. Неправда, это устранили. Вот такие дела. Ну и насчет того, что я вообще не понимаю, какие тут могут быть к людям вообще претензии. Мы вообще живем недалеко от Магадана. Но к нам абсолютно никакого вообще отношения. Дороги к нам нет. Никакой. Сколько мы просили. Ну просто заделать эти дверки. Тут асфальт проложен 40 лет назад. Так он что сказал с Ростовки? Ну и сейчас вам подгоним машину с асфальта. А вы соберите мужиков, пусть они эти ямки зацепят. Каких мужиков здесь людям уже под 70 лет. Сейчас отопление есть во всех квартирах. Но тем не менее, за решением проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжает следить прокуратура. Олеся Хитагурова, Илья Пачин. Специально для Карибу.